Здравствуйте, уважаемые друзья! После выхода фильма о микромушках, я хочу вам показать, что можно изготовить вот такую нимфочку из отходов перьев. Или же, используя вот момент изготовления такой микромушки, связать совсем другой, но достаточно уловистый вариант. Давайте приступим, а вы уже выберите сами. Берем крючок, 22 номер, 20 номер, какой у вас будет позволять возможность вязания ваших мушек, способностей. И мне задали вопрос, что очень неудобно наматывать свинец на цевьё. Давайте я вам покажу метод, как можно очень легко и быстро намотать практически любой свинец. Берём свинец, набор не набор не имеет значения. И перодержатель. Поставили наш свинец, там где мы будем с вами крепить его. И перодержателем нам желательно подхватить свинец так, чтобы у нас была точка опоры. И захватили, вот так поджали наш свинец на цевье. И у нас сразу получилось, что есть точка опоры. можно, допустим, если вам давайте я, чтобы было лучше видно, продемонстрирую с этой стороны. Вот так, друзья. Ну, понятное дело, что свинец необходимо, чтобы был с этой стороны, но это не так существенно. Можно, допустим, вам по-другому. Я обычно всегда подхватываю и начинаю выполнять обмоточку. Две, три, четыре. Если, как вот у меня, в данный момент свинец хорошо держится, я не использую. А так, можно спокойно взять перодержателем зажать здесь свинец и спокойно намотать то количество витков, которое нам необходимо. Для нашей нимфочки я буду наматывать совсем немножечко свинца. Клей я пока не наношу, потому что мы будем задвигать его в то отверстие, которое просверлено в шарике. Подровняем свинец, спрессуем его и уберем все неровности, которые у нас образовались при намотке. Годится. Теперь я просто беру капельку клея, наношу впереди на цевьё, перед шариком и свинец задвигаю теперь в отверстие, которое у нас в шарике. Вот так. Этим мы и центрируем шарик, чтобы более симпатично было. Можно ниткой, можно как вам будет удобно, но в то же время создаем место для крепления и изготовления нашей грудки. берем нить. Нить, в принципе, то вы можете выбирать практически любую, но желательно, чтобы была она достаточно тонкая. Где-то 17.0 закрепили, промотали в торце свинца и доводим нашу нить приблизительно до начала вот загиба. Для изготовления нашей мушки понадобится минимальное количество материалов, которые практически у вас находятся под руками. В качестве хвостика нимфочку я буду изготавливать в желто-оливковых тонах, поэтому как вам будет удобно, вы уже подберете сами. Для изготовления я возьму пуховую часть перьев, которая находится на перед древесной утке, совсем небольшую щепоточку, так, чтобы мы могли обозначить наш хвостик. Вот, как вы видите, совсем-совсем немножечко. Длина хвостика у этой мушки будет тоже равняться приблизительно длине всего тела. Если по каким-либо причинам у вас такого перышка нет, оторвите перо любое пуховое, которое вы найдете в данный момент. Если есть перышко CDC, используйте перышко CDC. вот так годится. Закрепили, остатки удаляем и промотаем место крепления нашего хвостика. Совсем-совсем вот как вы видите, вот такой незначительный, не очень выдающийся у нас хвостик, но при намокании он будет достаточно виден у нас в воде. Теперь нам необходимо с вами закрепить материал, которым мы будем обматывать тело. Для этого мы будем использовать люрекс, который очень крепкий и практически напоминает у нас юнифлосс. Вот как я вам показываю. если есть у вас юнифлосс соответствующей ширины, ну это очень сложно, поэтому я использую практически вот елочное украшение, которое по качеству не уступает нашему юнифлоссу. Крепим его там, где мы закрепили с вами хвостик, слегка вот так широкими витками подхватили, и нам теперь необходимо с вами изготовить тело. Тело мы будем изготавливать все в оливковых тонах или же желтых, то есть тот цвет, который будет немножечко провоцировать рыбу на поклевку. У меня имеется вот такой даббинг, это из кролика, но он слегка такой не поймешь и лимонный, и не лимонный, но в то же время достаточно хорош в работе. Ставлю крючок в удобное для себя положение, промазываю нашу нить клеем, и как обычно я беру совсем небольшую вот такую щепоточку и начинаю только дотрагиваться до нашей нити, используя эффект прилипания за счет клея. Не добавляем, не делаем очень толстое тело, так как нимфочка у нас просто маленькая. Очень годится еще даббинг для микромушек. Если у вас имеется, обычно всегда они пишут супер файн, но не всегда правда соответствует действительности, поэтому вы для себя подберите определенный материал, с которым вы смогли бы изготавливать микромушки. Вообще это целое семейство и целая наука, как их изготавливать. Если у вас вышла такая веревочка, вы можете спокойно взять теперь прокрутить бобинодержатель и наша с вами уже даббингова нить, как вот видно, при прокручивании наш даббинг уже стал на свое место. И аккуратно теперь начинаем формировать тело. Не доходим приблизительно до свинца, буквально совсем немножко и остановимся. Так как мы немножко необычную с вами изготовим нимфочку, совсем не по принципу построения нимф. Но в то же время достаточно она будет у нас привлекательная и в рыбалке уже проверено хорошо себя зарекомендовала. Вот я дошел до места крепления нашего свинца и теперь нам необходимо с вами изготовить чехольчик, которым мы будем накрывать грудь. Обычно я всегда использую всевозможный полиэтилен или другой какой-либо материал. Но у меня вот оказался совсем бракованный и будем говорить почти не нужен вот такой кусочек пера. Из него мы с вами изготовим сейчас чехольчик на нашу мушку. Закрепили с вами вот так сверху перышко, чтобы потом можно было подвернуть и сделать чехольчик. Нимфочка если без объяснений изготавливается очень быстро. Значит я использую в качестве грудки и серединки тела вот такой подшерсток из меха альпака. достаточно мягенький нежный и хороший мех. Если допустим у вас имеется домашнее животное которое тоже обладает подшерстком используйте его. Главное чтобы вам подходило по толщине самого меха. Учитывая то что мы будем с вами немножко начесывать лапки я взял вот такой как пух есть как пух этот подшерсток нанес на нить также беру прокручиваю нить создаю дабинговую нить за счет вращения самой нитки у меня мех который у меня имеется он у меня подкрутится вот годится и теперь для того чтобы нам более качественно вышло симпатичным тело я обычно всегда делаю только коснулся мой мех вот так цевья я беру еще немножечко подкручиваю руками но не стараюсь сильно утрамбовать мех так как у самой нитки уже наш мех достаточно утрамбовался и вот такими витками как дабинг который на искусственный дабинг блестящий вот точно так же начинаем формировать здесь у нас тело и грудку следим за тем чтобы тело не было у нас рыхловатым возле колечка надо всегда оставлять немножечко места оставляем здесь теперь приходит черед произвести обмоточку нашим люрексом но обычно я всегда это делаю сперва наклоняю наш чехольчик так как нам он уже с вами понадобится только лишь в роли чехольчика вот должен выйти у вас вот такая конструкция которая хорошо закрывает сверху мушку обозначив сверху чехольчик настоящей нашей нимфочки поддерживаем руками подтягиваем и крепим и крепим следим за тем чтобы наше перо ложилось ровно если необходимо подтягиваем помогаем руками надо перевяжем еще раз у вас должна выйти вот такая спиночка подтянем еще подровняем наш мех вот так будет уже хорошо теперь я добавляю буквально капельку клея на нить для того чтобы закрепить чехольчик и отрезать вот так буквально пару оборотов будет достаточно я перегибаю наше перо и увожу нить уже перед колечком удаляем аккуратно наше перо и теперь друзья спокойненько берем наш люрекс которым мы будем сегментировать нашу нимфочку ставим крючок в удобное положение количество оборотов и шаг выберите для себя экспериментально отрезали нить закрепили материалы я на чехольчик нанес капельку лака так как это у нас слабое звено и беру вот такой инструмент если камера сможет передать это специальная даббинговая такая иголочка и аккуратно теперь стараемся не нарушить наше тело вычешем в сторону снизу и в сторону вот так наши лапки которые мы должны были изготовить изготовить немножко большое количество их не надо вот как вы видите подровняете для себя сколько вам необходимо лишнее можно будет потом подрезать если такого инструмента нет это можно выполнить обыкновенной даббинговой и как вы видите вот такая симпатичная микромушечка готова к работе благодарю вас за внимание до скорых встреч до скорых встреч